Это было обещание, сделанное со всей искренностью, но, к сожалению, ему не суждено было быть. Ленетт и Том Скава покинули улицу спустя четыре недели. Они переехали в Нью-Йорк, где Ленетт наслаждалась своей должностью генерального директора. Вскоре она и Том купили пентхаус с видом на центральный парк, где спустя годы она гуляла со своими шестью внуками и орала на них. Габриэль и Карлос Солис покинули улицу в следующем году. Это было после того, как Карлос помог Габи с развитием сайта персональных закупок, который привел к тому, что Габриэль стала вести собственное шоу на тему сетевого шопинга. Вскоре они купили особняк в Калифорнии, где они жили долго и счастливо. Спустя два года Бри и ее новый муж тоже покинули Ферми. Они переехали в Уисвилль, где Бри вступила в клуб для консервативных женщин. После Три вдохновил заняться ее политической деятельностью. И вскоре Бри была избрана в законодательный орган штата Кентукки. Однако самая первая вестерия Лэн покинула Сьюзан Дельфина. И вот как все закончилось. Она передала свой дом другой женщине. Теперь мы уже можем ехать? Да, поехали. Вы не против, если я в последний раз проедусь по нашей улице? Давай. И как только Сьюзан двинулась в путь, у нее появилось ощущение, что за ней наблюдают. Так оно и было. Призраки людей, которые когда-то были частью Вестериалы, пристально следили за каждым ее шагом. Они смотрели на нее, как смотрят на всех. С надеждой, что живые люди смогут научиться Оставлять в стране гнев и горе, Горечь и сожаление. Призраки смотрят, Желая напомнить людям, Что даже самая отчаянная жизнь О, так прекрасная.